Продолжим перевод текста на странице 77Р. Продолжим перевод текста на странице 77Р. Итак, еще раз текст и уже известные слова. И у меня есть небольшое предложение составить слова всех тех слов, которые находятся в данном тексте. И если мы внимательно посчитаем все слова, то их будет всего 68. Ну, казалось бы, что такое 68 слов, чтобы перевести какой-то текст. И тем не менее, слов не так много, но перевести их представляется затруднительным. И тем не менее, вот таблица так называемого словаря, в котором всего 68 слов. И с одной стороны это, конечно, мало, чтобы перевести текст, а с другой стороны очень много. Но, как говорится, торопиться не будем и продолжим исследование данного текста. И самым простым в данном случае решением будет исследование тех слов, которые находятся рядом со словами, которые мы уже с вами знаем. Слово бал, которое встречается пять раз в тексте. И рядом с данным словом есть слова. В прошлый раз мы уже переводили сочетание упал бал, опальцованный шар. Теперь балам бал, это уже нам известно, проросший шар. И рал бал, поворотный шар или запятая. Также и другие сочетания. Однако, сейчас мы с вами вернемся немного назад. В прошлой серии мы с вами ввели разговор о строчке номер 11 в данном тексте. Которую, как говорится, мы с вами уже почти перевели. Напомню. Скрученные ропалсы образуют ропал форму. Кстати, вот перед вами обычная шелуха. Очень интересно посмотреть на данные фото. Представьте себе, еще раз скрученные ропалсы образуют ропал форму. Ропалсы. Шелуха. Вот, посмотрите внимательно. Маленькие шелушки. Да, автор реально. Молодец. Так ясно и понятно описал внешний вид пыльцы. И очередной раз аплодисменты автору манускриптовойнича. А теперь мне бы хотелось остановиться на очень интересном слове. И это слово ав. Первый вариант перевода этого слова нам известен. Это длина ав. Длина. Или еще перевод. Продолжение. А вот это уже в контексте ряда различных предложений. Но самое интересное в этом слове. Это слово обозначает глагол. Форматный глагол определенного времени. Глагол иметь. В русском языке это глагол неопределенного времени. А в языке манускриптовойнича есть свое правило. Если бы перед словом ав стояла частица то, то получился бы глагол неопределенного времени. А тут далеко не так. Иметь значит иметь. То есть имеет определенный признак или что-то в этот момент времени. То есть в определенный момент времени. Вот и получается форматный глагол определенного времени. Ав. И что интересно, зная смысл данного слова в языке, уже сразу представляется возможным переводить какие-то предложения и рядом стоящие с этим словом слова. А это, скажем, уже немало. Хотелось бы обратить ваше внимание вот на какое сравнение. На сочетание ав. Слово ава итальянского языка. И тут уже возникает глубочайший соблазн воскликнуть слово ура. А лучше даже аве Мария. Вы только представьте себе. В языке манускриптовойнича есть слово очень сходное по звуковому звучанию и смысловому пониманию с итальянским языком. Кстати, можно обратить внимание и на английский язык. Вот на данный глагол. Have. Иметь. И, допустим, представить себе, что это слово не английского языка, have, а итальянского языка. И первая буква там не аш, как в английском языке, а апка, как в итальянском языке. А к чему я все это говорю? К тому, что язык манускриптовойнича совсем уж не такой неизвестный, как я уже говорил об этом неоднократно. А язык манускриптовойнича все-таки составная часть какого-то проязыка. Но сами представьте себе, что в итальянском языке глагол иметь, have, очень сходен по смыслу и по произношению с глаголом иметь языка манускриптовойнича. И это уже, скажем так, ого, маленькое открытие. Кстати, когда мы доберемся с вами до единой структуры звукообразования, то вот эти наши терзания в разных языках мира, в том числе и в языке манускриптовойнича, будут как-то более-менее поняты. Так как единая структура звукообразования является тем самым интересным дешифратором, который откроет нам некоторые тайны любых языков мира. А пока вернемся к языку манускриптовойнича и конкретно к слову have. Я, конечно, не могу сразу сказать, что это супер мировое открытие в области лингвистики. Всего лишь одно интересное слово языка манускриптовойнича. Однако, сколько интересного в данном слове? А теперь посмотрим на 14-ю строку на странице 70р манускриптовойнича. Она состоит всего из пяти слов. Окаин окантованное, аву длиннее, удлиннее, ав иметь. Остается всего понять, что же обозначает буква «с» и слово «ре-эпрео». И, как видите, даже не зная этих слов, смысл данной строчки уже где-то рядом. А для разностороннего восприятия вот такая вот картинка. Что это такое? Девушки, конечно, сразу догадаются, что это такое. Правильно, это реснички. А теперь еще, пожалуйста, картинка. Вот такие красивые глаза. Вы спросите, для чего все это показывается? А, наверное, прежде всего для того, чтобы нам было легче переводить язык манускриптовойнича. Кстати, ничего особенного в этом нет. Посмотрим еще одну картинку. И, как говорится, ай-яй-яй, ой-ой-ой, что же мы видим перед собой? А видим мы по-прежнему все ту же пульцу растений. И теперь уже четырнадцатая строка «О каин ряй-пру ес-ав-аву» нам более-менее понятно. Но продолжим раскрывать маленькие секретики языка манускриптовойнича. Итак, сочетание, или лучше сказать взаиморасположение, или взаимовлияние двух очень разных по смыслу слов языка манускриптовойнича. Это слова-буквенный символ «С» и слово «Ав». И опять прошу вас внимательно посмотреть в сторону итальянского языка. Да, в принципе, не только в сторону итальянского, но и английского, и русского, и других языков мира. Итак, глагол «быть». Русский язык. Есть в данный момент или быть сейчас. Или итальянский «эс-сэ», английский «туби». О чем это все говорит? Еще один форматный глагол языка манускриптовойнича. Точно так же, как и «ав». Так и «эс» — это самостоятельные формы глаголов. Без временной категории, то есть без частицы «то». Они тоже имеют форму образования с частицей, обозначающих время. Такие глаголы с наличием частицы «то» есть в тексте манускриптовойнича. В языке манускриптовойнича буквенный символ «эс» переводится как «соединение чего-либо». «эс» — «соединение». И в то же время в контексте предложений и различных фраз переводится как глагол «быть-есть». Вот вам еще одно маленькое открытие языка манускриптовойнича. И если вы обратите внимание на первую строчку и на четырнадцатую, то сочетание «эс» — «ав» встречается в данном тексте два раза. А это значит, что в языке манускриптовойнича данные глаголы имеют еще и одну объединяющую их форму. И что же это за форма? Например, в русском языке мы не можем сказать сразу «быть-есть-иметь». А вот сказать «имеющиеся» — так можно. И добавить еще предлог «ум». «Имеющиеся ум» — кого-то или чего-то. Возвращает внимание на себя, то есть на предмет. Хотя можно переводить и так. «Есть-эс», «быть-у», «иметь-с», «иметь-у». Ну, это, конечно, для простоты перевода данного сочетания. А наличие двух глаголов «эс» и «ав» в языке манускриптовойнича определяет форму принадлежности признака к предмету. Слово «ре-э-прео». Оно у нас одно осталось без внимания. «Окантованная пыльца имеет реснички по всей длине края своего». Ну, это, конечно, если гладко перевести данную фразу. Четырнадцатую строчку на странице 70р манускриптовойнича. Ну вот, как-то так получается. А посему пока прервемся и продолжим перевод 14 строк на странице 70р манускриптовойнича в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok